Это аристократы вернулись. Когда, опять же, мы сказали о том, что это всё... ...всё это жмельское садминтие, одно и другое... ...напротив теории дворца, которого сейчас нет, но он... ...и постепенно этот квартал, вот это и другое... ...всё это жмельское садминтие, и там жили... ...таринная аристократия. И этот квартал такой совершенно расходный, ...правый берег был более современным. Там были все развлечения, там вот были бульвары... ...старинные строения... ...всё это бульвары... ...всё это бульвары... ...это вот... ...и опять же... ...всё это жмельское садминтие... ...которые... ...всё это жмельское садминтие... ...и кафе... ...самые два знаменитых кафе как раз напротив... ...вот этой самой церкви. Одно флора, а другого два баловальчика. Ну это китайские кафе, и вот мы можем увидеть... ...а это как кафе. И у этих в Казае скал своя мифология. Значит, два флора, и два баловальчика в общем тоже. Там, начиная с конца 19-го века, особенно с 30-го, 40-го... ...собиралась вся, что называется, культурная интеллигенция... ...напогенная интеллигенция в Париже. В этом смысле вот саджерменское предместие... ...это понятие для того, чтобы обозначить вот эту аристократику... ...санжермен де Пре в 20-м веке... ...это чтобы обозначить вот всякую литературную богему... ...и до сих пор там выручают литературные премии. Это довольно забавно. Да, я написал ряд вот этой парадоксально бедный студенческий латинский квартал... ...и вот это аристократическое саджерменское предместие. Вот, значит, в кафе и в ней литературные премии выручают. Значит, он теперь живет своей жизнью со своей нефологией. А когда-то... ...как в Париже в каждом месте... ...не надеюсь, что поэтры выказывают. ...как в Казахстане... ...стены, конечно, в эту... ...нетерпение... ...как в Казахстане... ...как в Казахстане...